Иногда так случается, что даже для автора-одиночки, для человека, который привык писать и исполнять песни в соль, случаются такие моменты, такие проекты или просто действительно оказия, случай, когда пишется песня с авторством. Вот в Акт-Ру, я сказал, что приезжаете только альпинисты, скайранеры и люди, которые хотят быть в горах и знакомиться с горами, и не только исследователи и ученые, приезжают барды один раз в год на небольшой альпинистско-музыкальный фестиваль. И мы в этот момент вечерами поем песни, играем концерты, утром выходим по маршруту, вечером возвращаемся, театруют ночевые, те ночевые в горах, продолжают восхождение, возвращаются, играют концерты, утром выходим в горы, вот так все происходит, и нас, авторов, как правило, не один, а чуть больше, двое или трое. Несколько лет назад мы оказались из бардов вдвоем с тогдашимся молодым, да, собственно говоря, и сейчас молодым, да и я, пожалуй, молодой автор. У нас было двое молодых авторов, нет, ну, недели Константин Завалина молодой автор в нашей авторской песне. Василий Ульевский, в тупо, который себя называл Фрикбардом, ну, сейчас он уже просто бард, актер и артист, вот, и, ну, тогда вот Василий был совсем молодой бард, и мы, вот два совсем молодых барда, решили, что пора написать песню быстро авторскую, нашу совместную, и я воспользовался тем, что Василий рядом, мы как-то быстро организовались, Василий. Долгое время до этого в размышлениях сидел под кедром, который он называл дубом почему-то, но альпинисты сказали, что хотя бы в этой местности нет дубов, но теперь, когда есть песня, и Василий побывал в актру, то дубы будут, посадят дубы. И с Василием мы собрались и очень быстро стали писать. Я никогда так быстро не писал песни, я вообще пишу медленно, а Василий оказался автором быстрым, талантливым, способным, с юмором, а главное, сильно с невероятной скоростью. Все это делал, и я понял, что моя скромная роль ведется к стенографии и редактуре. И все, что я мог записать, правда, большую часть пришлось отбросить из собрания цензуры и приличия, но то, что осталось, два с половиной куплета, сейчас я вам и спою. В песне есть ключевые моменты, это даже не припев, это у Василий так есть всегда, я не знал, что это должно быть, но Василий сказал, когда уже песня была, как я думаю, готова, Василий сказал, а что могут спеть люди, я подумал, что могут спеть люди, Василий тут же предложил очень важные две строчки, ту-ру, 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 а кто? Это для людей. Это для людей. Если есть в зале интеллектуалы, прошу не проявлять бурных эмоций, проявить смирение и понимание, но тем не менее, строчки ту-ру, ту-ту-ру, ту-ру, Вас, дорогие интеллектуалы, тоже касается. Их можно петь в любой тональности, поскольку песня тогда предполагалась, что фрикбардовская, это означает, что тональность принципиально не важна. Главное петь задорно и радостно. Радость – это главная эмоция, свойственная фрикбардовской песне. Поскольку фрикбарды, барды, они только знакомятся с миром, им еще не ведомо мировая скорбь, они все познают с чистого реста и всему удивляются, удивляются как дети практически. Поэтому поначалу все у них радостно. Дальше посмотрим. Продолжение следует...